Внимание! Впервые в Дмитровском районе прошли соревнования по шорт-треку. Пионером в этом деле стал спортивно-оздоровительный комплекс Яхрома, сотрудники которого организовали состязания среди учащихся школ. Несмотря на крепкий морозец, все представители трех яхромских школ явились на старт. Неизменными участниками соревнований стали школьники из Подьячьего. На хоккейную коробку, что находится на улице Конярово в Яхроме, пришли поболеть за ребят, преподаватели физкультуры, друзьям и родителям. Очень рад за своих сотрудников. Они у меня постоянно брызгут идеями. Это они придумали. И мы в прошлом году хотели это провести, но зима нам не позволила. А в этом году мы наконец-то провели это интересное мероприятие. Еще приурочили их к дню зимних видов спорта. Шорт-трек немножко необычно, но оказывается все интересно, быстро, компактно. И все очень проходит эмоционально. Шорт-трек – это форма конькобежного спорта. В соревнованиях несколько спортсменов одновременно катаются по овальной ледовой дорожке длиной 111 метров. В Яхроме правила проведения соревнований по шорт-треку были упрощены. Сначала было проведено личное первенство среди школеров по олимпийской системе. Затем – командное. Час катания на коньках пролетел очень быстро. Разгоряченные от бега подростки тепло поддерживали друг друга и переживали из-за ошибок товарищей по команде. У девушек и у юношей лучшие результаты показали представители первой Яхромской школы – Александра Генералова и Кирилл Суленков. В число призеров вошли Мария Жеромская, Яна Прищепа, Никита Кондратьев и Иван Корольков. В командной эстафете лучший результат показала восьмерка из первой школы. Второе место заняла команда школы номер два. А замкнули троеку школьники из Подячева. Получилось все. Все было отлично. Помешал, конечно, немного лед, потому что на последней эстафете лед уже был весь в царапинах. Честно говоря, первый раз участвую в таких соревнованиях. Не могла даже предугадать, что именно так все и будет. Думала, будут люди посильнее. Эстафета была очень интересная, потому что проходила в четыре этапа. Сначала мальчики, потом девочки, потом две эстафеты за третье и финал. Результат был ожидаем. Я занимаюсь уже 10 лет профессиональным хоккеем. Занимался, бросил недавно. Соревнования получились очень интересными. Первые в жизни на них поучаствовал. Все так на скоростях, все очень впечатляюще. За всю школу рад, потому что заняли все-таки первое место. Все постарались, все молодцы. Победители и призеры были награждены памятными сувенирами и сладкими призами. Необычные соревнования в Яхраме по нетрадиционным видам спорта проводятся регулярно. Каждый год устроители состязаний вводят новые дисциплины. Все мероприятия проходят на ура и пользуются популярностью у подрастающего поколения. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова